Добрый день! И снова я Ольга Зелтыня в передаче между нами мастерами. Сегодня я хочу вам показать как работать с верхними формами и как работать с дуогелем. Я уже практически подготовила ноготочки к работе. Вот этот ноготочек уже сделан, потому что только что записала передачу на латышском языке. А теперь на русском. Ноготочек обезжирен вайп офф. Следующий шаг это бескислотный праймер Nice Bond, которым я покрою весь ноготок. Одну минуту на воздухе покрою его дуо базой. Хочу сказать, что дуо базу мы наносим ноготочек как бы таким втиранием, методом втирания. С одной стороны, с другой стороны, аккуратненько. Отправляем ноготочек в лампу на 30 секунд. Пока ноготочек находится в лампе, я беру свои верхние формы. Они выглядят вот так, таким образом. Вот они такие эластичные. Сегодня мы будем работать дуогелем. И что это такое? Это гель нового поколения, который уже не акригель и полигель, но он сделан на основе квик геля. Что такое квик гель? Это продукт в одной бутылочке, в которой мы можем делать все. И передачи на этой теме просто ищите на моем канале. Найдете, посмотрите и все будет ясно. Сегодня я хочу вам показать, как при помощи этого продукта мы можем делать ногти, которые имеют цвет, имеют краску. У нас такая интересная палитра. То есть это нут цвета. Это также цвета с перламутром. И в скором времени это будут другие цвета. То есть, ну, как бы камуфляж, который идет сразу на ноготочек. И им выстраивается он полностью. В следующих передачах я буду показывать вам, как работать с этим дуогелем. Поэтому следите за следующими передачами. Ноготочек у нас уже отполимеризировался. Для работы мне понадобится лопаточка, мне понадобится кисточка. Что важно и что главное в работе с типсами? Ну, во-первых, конечно, это чтобы было правильное направление. То есть по оси пальца, чтобы это было правильно. Он не смотрел ни в одну сторону, ни в вторую. Второе, на что нужно обратить внимание, это бока. Чтобы типс не был за маленький и не было вот таких каких-то дырочек, каких-то таких вот, ну, не доходил до конца. Видите? То есть прямо до кожи. Чтобы закрывал все. И в этом случае это очень хорошо видно. Следующее, на что нужно обращать внимание, это когда мы ставим форму. Видите? То есть форма, какой мы делаем ножи. При правильных, хороших формах, видите, кутикула впритык. И здесь остается место, чтобы оставался гель там и укреплял натуральный ноготь. Потому что если мы не дожмем, видите, он пойдет вверх. Вся структура ногтя пойдет вверх. Если мы пережмем каким-то образом, ну, во-первых, это поднимется так же в зону кутикулы, как в данном случае. Но так же мы можем здесь пережать настолько, что потом эти ногти будут просто ломаться и не будут держаться. Итак, мы должны правильно положить типс. Мы должны убрать лишнее то, что вылезет. И мы так же должны убрать с нижней стороны, чтобы меньше потом отпиливать фрезой. Я беру гель, сколько мне нужно для ноготочка, ставлю в типс. Немножко распределяю вверх. А все остальное я буду делать кисточкой. Промакиваю кисточку в жидкость в DOS Sleep Solution. Промакиваю об салфеточку и начинаю распределять. Если кисточка не до конца смазана, то есть сухая, она может прилипать. Когда хорошо смазана, она не прилипает. Кончик целенаправленно делаю тоньше. И начинаем прикладывать типс. Смотрите, ставлю его вот таким образом наверх. И начинаю прижимать, делая упор на зону кутикулы. И прижимая, 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 слежу за тем, чтобы не поднялся здесь. Когда это сделано, переворачиваю пальчик сюда. Указательным пальцем прижимаю опять к зону кутикулы. И теперь смоченной кисточкой аккуратненько распределяю и разглаживаю свободный край ноготочка. Потому что пока гель не заполимеризирован, его легче убрать лишнее. Отпускаю пальчик, переворачиваю обратно. Проверяю. Убираю здесь, чтобы потом меньше пилить. Убираю здесь, чтобы потом меньше пилить. Видите, когда я вам показываю и долго всем этим занимаюсь, видите, он поднялся. Мне его опять нужно легонечко опустить обратно и быстро поставить в лампу. Это очень важно. В лампу 60 секунд. После 20 секунд полимеризирования в лампе мы достанем ручку из лампы, прищепочку очень аккуратненько и отправляем в лампу на остальное время. Итак, время прошло. Благодаря защепке у меня просто супер идеальный, даже немножечко зауженный бока. И бац! Я снимаю формочку и вот так красивенько выглядит ноготочек. Тут липкого слоя, конечно же, нет. Липкий слой есть под низом ноготочком. И, как видите, пилить-то практически и нечего. Мы должны запилить длину. В данном случае это у нас такой скругленный квадрат. Запилили длину. Потом у нас, видите, осталось немножечко то место, где закончился наш типс. И вылезал дуогель вперед. Одна сторона, вторая. Очень классный переход от светлого в темный, наконец, ноготочка. И теперь рисой мы уберем страница за, сделаем свободный кончик. Из-под низа, высиливая, сделаем красивый тоненький кончик. Ноготочек у нас очень хорошо укреплен. Немножечко убираем вот у кутикулы. У меня у клиенты тут была заусеница, поэтому там очень такой щепетильный момент. Так, очень аккуратненько. И убираю пыль. У нас уже есть цвет. Нам осталось лишь только покрыть топом. И в данном случае у меня здесь сделан дизайн паутинкой. Маленькая фишечка есть, работая с Найс Паутинкой. И она состоит в том, что перед работой нужно эту паутинку взять дотс и вот таким образом немножко размешать, чтобы она стала еще, еще, еще более эластичной. Пальчиками держу, натягиваю паутинку и таким образом делаю, если слишком много, останавливаюсь. Если слишком тонкая, возвращаюсь, забираю побольше и пока она потолще, я ее наношу таким образом. И давайте вот здесь доставим. И еще сделаем потолще на серединку и обратно. Потом этим же дотсом мы можем вот так срезать краешек. Берем салфеточку, смакиваем ее майпофом и вот так чик и отрезаем ненужно. Как вы видите, я оставила место для камешков. И теперь я эту паутинку направляю в лампу на 30 секунд. Дальше мы возьмем Джеймс Тон, гель для камешек. И также возьмем Ресистент Топ. Это топ более такой консистенции, как бы rubber резиновая, которая отталкивает царапания. То есть очень интересно, я вам потом продемонстрирую. Я беру Джеймс Тон гель и наношу его в то место, где мне нужно вставить камешки. И вот таким образом немножечко, красивенько до кутикулы даже я его наношу. Я беру Ресистент Топ и покрываю все топом, легонечко сверху. Раз, раз, под низ. Теперь мы берем камешек, один большой, ставим сюда. Потом берем поменьше камешки. Две штучки сюда и с другой стороны. И потом берем еще поменьше камешек, совершенно малюсенький. И ставим его рядышком. С одной стороны и с другой стороны. Достаем бульонки. В данном случае у меня вообще самая-самая мелкая бульоночка. Прикладывая, вначале мне нужно просто приложить, оставить. Не так аккуратно, как мы делаем бульоночками большего размера. Теперь я просто подвигаю, делая этот дизайн таким законченным. Вот такое красивое, нежное напыление вот этих маленьких бульоночек. И, конечно же, убираем от кутикулы. Двигаем по ноготочкам. Такое что-то очень маленькое, очень тоненькое, миниатюрненькое. Я бы даже сказала нежненькое. И отправляем в лампу на 30 секунд. Время прошло. Мы видим наш результат. И смотрите, вот он, Resistant Tube. Его даже нельзя поцарапать. И если вот какая-то царапинка происходит, мы его потерли и все закрывается. Вот просто закрывается. И пришло время вопросу этого дня. И вопрос у нас такой. Сколько секунд нужно полимеризовать дуогель в лампе? 30, 60 или 45? И один, кто правильно ответит из вас. А отвечать вы можете в комментариях. Подарок получит Resistant Top. Итак, на этом все. До следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон»!